Впервые в Нижнем Новгороде появился свой белый медведь. Белый медведь это самый большой млекопитающий хищник на планете. В России их всего около 5000 штук в дикой природе, занесен в Красную книгу. В зоопарке это большая редкость, но зоопарку Лимпопу удалось добиться права на содержание этого зверя. Привезли медведицу Симонну, сегодня утром первым ее увидел Александр Алешин. Белая медведица Симона приехала в Нижний Новгород рано-рано утром. И тут же стала обходить и осматривать свои апартаменты площадью 1200 квадратных метров. Первое, что она, конечно, сразу же с клетки побежала на улицу. Вот она вышла, она осторожно начала ходить вдоль, потому что изучала вольеры. Она сначала его окраины изучала, потом попила водички, потом отошла, опять погуляла, потом подошла. И только с третьего раза нырнула и поплыла под водой. Бассейн для белого медведя – это обязательное условие. Они без воды не могут, они в естественной среде обязательно плавают и много, и глубоко. Вот, смотрите, она плавает. Все-таки решилась. Ну да, да. Это животное зоопарковое. Она провела всю жизнь в Москве со временем своего рождения. Поэтому к нашему климату она, дам, привычная, жила в таком же климате, как у нас. Конечно, летом, если будет плюс 30, ей будет жарко. И водоем ей там у спасения. И будет вода прохладная, она будет там купаться, наверное, целыми днями. В основном в рацион входит рыба, ну и говядина, конина, оленина. И немного дается фруктов. Белого медведя в магазине не купишь, их просто так не продают. И даже просто в другом зоопарке медвежонка не купить. Эти все животные находятся на строжайшем учете, под контролем государства. И для того, чтобы зоопарку выделили белого медведя, зоопарк должен соответствовать очень строгим требованиям. Я очень доволен. Даже, вот знаете, за такое короткое время мы построили вольер. Мы начали его строить в конце сентября. И по осени мы только успели бассейн залить, и часть стены. И вот это уже доделывали, считайте, вот с апреля месяца. Работали днем и ночью. Редактор субтитров А.Семкин